На такие встречи меня не приглашали, и я с ним лично не встречался и не виделся. Не общественника Константина Николаевича Емешина, не именитого врача Якова Наумовича Шойхита пообщаться с Мурашко, который посетил в Барнауле несколько поликлиник и медицинских центров, не пригласили. А ведь к министру у них были вопросы. Самый острый – кадровый дефицит врачей в регионе. У нас поставлены, есть государственные больницы, а есть частные больницы. Частные больницы, они вольно могут нанимать кадры, платить заработную плату. А в государственных это настолько все заформализовано и несправедливо. Врачи в Москве получают 120 тысяч заработной платы. Это наши врачи все время жалуются о том, что нет этого. От такой несправедливости алтайские медики бегут в частные клиники. В результате пробиваться к специалистам приходится с трудом. Кстати, в ходе визита Мурашко в Барнаул Виктор Томенко кадровую проблему признал и добавил, что быстро ее решить не получится. Работа в этом направлении ведется. Постоянное увеличение числа бюджетных мест, постоянное повышение качества преподавания. Реализуются у нас федеральные инициативы. Земский доктор, сельский фельдшер и так далее. Это тоже в какой-то части помогает сегодня решать вопросы. Федеральный гость впервые в Барнауле. Мурашко прилетел прежде всего проверить реализацию нацпроектов. Посетил строящуюся 14-ю поликлинику. Министр предложил развернуть здесь еще и отделение реабилитации. Однако в почти достроенном здании места не оказалось. Наверное, все-таки вряд ли. Почему? Скажу. Проговорил, что за последние увеличилось на 5 тысяч. Мы уже сейчас смотрим... Население? Да, население смотрим, что нам нужно будет перераспределять кабинеты, добавлять в том числе и под узких специалистов, потому что население выросло и под участковых терапевтов. Как вы попали сюда? У вас сложности были попасть в поликлинику? Да, да. В поликлинику было, конечно. А в чем сложности заключались? Нет, по направлению какие-то возникали? Ну, всяко бывает. Выявить заболевание в поликлинике и сразу же направить на лечение в профильную больницу. Так в идеале должны работать все звенья медицины. Отметил во время визита в Алтайский онкодиспансер, министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Это высшее мастерство врачей всех этапов и амбулаторно-поликлинического и стационарного, потому что здесь специализированная помощь. И ждать и продолжать лечение на амбулаторном этапе здесь не нужно категорически. Алтайские политологи отметили, что визит высоких чиновников регионный не случайен. Цель – получить финансирование на модернизацию того или иного звена. В данном случае здравоохранение. Все равно у нас стоит задача и с модернизацией больниц, и с строительством новых поликлиник. И вот без попадания в федеральные программы мы сами по себе бы не решили эти вещи. Мурашко, с одной стороны, как бы и вник в ситуацию, которая здесь есть, в Министерстве здравоохранения Алтайского края. И при этом все равно проехал, посмотрел, пообщался вживую, то, что называется, в полях. И в любом случае выводы и польза Алтайскому краю несомненно будет. Кстати, в ходе рабочей поездки министр здравоохранения стало известно, что Алтай получит 8,5 миллиардов рублей на развитие первичного медицинского звена. Посетил высокий чиновник и образцово-показательную поликлинику номер 9. И даже похвалил руководство учреждения за дистанционную работу с гипертониками. Пациентам с высоким давлением выдают тонометр, а показатели с него автоматически поступают в информационный центр. Если он попадает у нас в красную зону, к нам приходит сообщение в планировщик, что данный пациент, с ним необходимо созвониться. И доктора сегодня констатируют, что среди той группы пациентов, которые используют такой мониторинг и педантично принимают лекарственные препараты, фактически острых состояний удается избежать. Лечение на высоком уровне, отметил гость во время экскурсии по краевому кардиодиспансеру. Другое дело, когда пациенты сами не принимают препараты. Вот один пациент, и мы его спросили, почему не сделал. Он говорит, наверное, это авось. Когда мы с ним проговорили и следующие шаги, какие он должен сделать, мы его спрашиваем, вам понятно, что вам это нужно сделать, чтобы еще более тяжелое осложнение наступило. Он ответил, я подумаю. Нам, честно говоря, обидно, потому что мы реально можем даже небольшими советами, образом жизни, лекарственной терапией спасти большое количество людей. Не используют жители и бесплатные методы профилактики, отметил министр. Например, та же вакцинация против коронавируса могла бы минимизировать осложнение от ковида у сердечников. Пациенты, получившие вакцинацию, во-первых, крайне редко болеют, а если и заболевают, то течение заболевания идет чаще всего в легкой форме. Как можно спорить с людьми, которые не основываются на данных статистики, на данных медицинских наблюдений? На мой взгляд, это схоластика, бессмысленный спор. На сегодняшний день десятки миллионов человек по всему миру уже привиты российскими вакцинами. Так, например, в Сан-Марина именно эту республику привел в пример мурашка. Основная часть взрослого населения вакцинирована спутником ВИ. Результат – все ковидные госпитали в небольшом государстве закрылись, людей, нуждающихся в госпитализации, нет. А тем временем в России, в частности в нашем регионе, ковидные госпитали только заполняются. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.